Премудрость, глава седьмая. И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матери не образовался в плоть в десяти месячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом, и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми. Скормлен в пеленах и заботах. Ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Посему я молился и дарован мне разум. Я взывал и сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее скипетром и престолом. И богатство почитал за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед ней все золото, ничтожный песок. А серебро грязь в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими. Но я не знал, что она виновница их. Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрываю богатства ее. Ибо она и есть неистощимое сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном. Ибо он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке его и мы, и слова наши, и всякое разумение искусства делания. Сам он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий, начало, конец и средину времен, смены поворотов и перемены времен, Круги годового положения звезд, природы животных и свойства зверей, Стремление ветровой мысли людей, различия растений и силы корней. Познал я все, и сокровенное, и явное. Ибо научила меня премудрость художница всего. Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, Удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, Благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, Всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, И по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя. Посему ничто, оскверненное, не войдет в нее. Она есть отбиск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, И, переходя из рода в род, в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнению со светом она выше. Ибо свет сменяется ночью, а премудрость не превозмогает злоба.